на месте хорошо мы приступим галину интересуемся готова ли она к проверке доверить ли она нам свое биополе на период сеанса доверит хорошо и я даю команду на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой галины под ногами систем тонких тел галины находит все на ноги показывает у него воронка в ногах отправляем выходит воронка сил моего намерения и отправляем ее в клетку тюрьму 1 2 3 вибрации неприятные наедавал ногах от воронки есть канал канала нет но есть энергии собранные в ногах и я хорошо сканер сканирует давай дождемся окончания нее нее демон считают цифры над головой демона 14 тема чтите не понимаю ты чё самоубийца или чё куда ты зашел воронки застрял кто застрял воронки ты и ноги калечил я тебя спрашиваю ты бедра и ноги калечил там на горит а что она мою воронку поймала не отпускала никуда а почему она и не отпускала объясними ситуацию во первых когда это было застрял где это было и когда помещение он показывает какой-то три недели три недели назад она была в каком-то помещении у него было меньше 14 герц я так полагаю иначе ты не вошел но получается что он не ваша вон он он кимаронки но нет он в ней это воронка зацепилась за галину и не смогла пройти сквозь нее понятно я не понимаю почему галина не в состоянии была эту воронку сама сбросить или сжечь почувствовать почувствовав уже какую-то подключку глин вы что не могли сделать шар у меня сбивалась вся энергия внизу она как-то зацепилась за эту воронку эти энергии с тебе смешались она как приклеилась к ней все равно можно импульс дать и сжечь любую клей в этом дело хорошо считай пожалуйста сколько у нее сейчас энергии какая частота вибрации на начало работы 82 и 12 82 и 12 а у демона 14 герц это для него вообще игрушка 12 герц я не знаю галина это конечно показывает что вы не заправляетесь энергиями регулярно и у вас такой низкий уровень к сожалению она заправляется а почему же такой упадок и много берет энергии хорошо земле они не так чувствуются мы спросим тогда или у высшего я или у куратора эту ситуацию так я сейчас на счет три включая глине внутренний белый свет один два три и на счет три глина начинает выдавливать из себя все эти патогенные энергии находящиеся в ее ногах во всем ее биополис из всех тонких тел один два три знаешь постоянно слова идет энергии власти в ней есть и поэтому демон цепляется за это он даже подключки сделал в области колен демон расскажи мне подробнее за эту энергию власти тебя она притянула или нравится в ней как лучше сказать так как якорь за который я могу держаться вот как хорошо передаем эту информацию глине властвование всегда притягивает демонов глина вы понимаете я вроде не над кем не властвую ну я не знаю он тоже просто так не заходит 14 герцовый наверно есть какой-то повод демон есть повод был повод покажи ситуацию есть такая ситуация но он он говорит что есть это у нее внутри хорошо она проявляет это внутри у нас много чего есть она даже не замечает это хорошо обращаем внимание галины на то что нас этим работает хорошо шар намотался вера на большой большой открывается внизу портал в галактическое ядро и он улетает на переработку закрывая печатая растаряя говорит могу мне мог бы но не хочу вот честно тебе скажу не хочу просто не хочу у тебя самая такая понимаешь для пчела ты зашел на какой-то грех человека другое дело я бы тогда имел перед собой что грех но грех например это когда человек начинает пить алкоголь грех когда он начинает матом ругаться неправда или драться с кем-то или кого-то избивать понимаешь вот это для меня или дело такие вещи которые обычно демон это не грех а вот власть это эгоизм до гордыни вот это грех выпить может любой но не у всех внутри есть этот грешок и тем не менее когда человек знает что у него есть такой минус он может осознанно контролировать свои мысли и не допускать чтобы эта энергия когда-либо проявлялась может но не в ее случае я же сказал она даже не замечает я передам все это галине галина просто проходила чистку она знает правила она знает манифест она знает что она не просто говорить а это жить этим и исполнять все что были эти слова сказаны конечно такие вещи как гордыня это тут без вариантов такое сожалению встречается очень я просто сказал пару слов своей защиты хорошо демон в любом случае в любом случае это не тот когда понимаешь когда ты зашел бы на какой-то конкретный такой грешок или подсунул контракт и мы тебя тогда споймали это совсем другое другая вещь понимаешь для этого воронка к ней попала как избегать эту воронку объясни мне вот как она ее может избежать она зашла в какое-то помещение ты кинул ей воронку что она сделала неправильно смотри если бы в ней не было этого якоря воронка прошла бы дальше и не осталась в ней а так я зацепился за этот крышу подожди получается так что гордыня это чистота правильно это какая-то энергия верно хорошо хорошо мы можем увидеть гордыню в ней она проявится можем и выдавить это эту энергию нет она должна работать над собой да хорошо галина здесь только ваша работа мы ничем в этом отношении не сможем помочь это ежедневная работа над собой контролируйте свои мысли и свои действия хорошо демон поняли урок и она во всяком случае его поняла хорошо демон давай выйди сначала вытащи я хотел это выдавить все ну ладно выходи давай собирай все что я оставил ногах это ты и толкнул когда на там на руку упала на который у нее перелом был на ровном месте он говорит что люди не про не падают просто так на ровном месте падает или потому что много суетятся излишне или наоборот ничего не делают и надо вставать и делать это все знаки хорошо очень много суеты в нее в случае это первый вариант я тоже так увидел да хорошо галина мы творцы своего счастья или несчастья поэтому обратите внимание на слова демона в этом случае мне ему действительно нечего сказать он делает свою работу мы делаем свою работу если бы мы не давали поводу он зашел это было совсем другое дело он снял как он говорит якоря хорошо снял ты эти якоря хорошо демон давай тогда больше не понял канал еще не отстегнут хорошо галина вы можете сами отстегнуть канал сжечь его думаю могу хорошо давайте я посчитаю от 1 до 3 и вы сделаете импульс высокой аббрационного шока удара и сожгите этот канал 1 2 3 удар сжигается канал открывается портал галактическое ядро и этот канал улетает на переработку в чистую первичную энергию хорошо демон готова уходить или ты еще что-то хотел сказать нет я хочу воронкой пойти хорошо ты мне пообещаешь ты больше никогда в нее эту воронку не кинешь меня не интересует все остальное я хочу чтобы ты обходил стороны уже следующая наша встреча после того как ты уже знаешь меня она закончится очень плачевно поэтому я тебе серьезно говорю обрати внимание на мои слова первый раз я отпускаю второй раз я наказываю я захожу лишь на свою чистоту хорошо я тебя предупредил ты услышал меня открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона 1 2 3 и он берет эту воронку забирает и уходит на свою чистоту забывая дорогу назад закрывая печатая растворяясь в огненную пентаграмму разговор чего попался хорошо давай заправим галину энергией посмотри пожалуйста сколько энергии нужно галине какая частота вибрации наиболее комфортно 428 и на счет 3 в макушку головы галины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 400 процентов каждый 1 2 3 потоки пошли наполняет усиливает все необходимые цвета начинает поступать мощность потоков усиливается чистота и вибрации поднимается до числового значения 28 герц пошел подъем готова синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом 1 2 3 хорошо мы закончили проверку сейчас будем у нас здесь вопроса к высшему я хорошо давай пригласим куратора в комнату диагностики галины и я делаю запрос в энерги информационном поле приглашая прийти друга галины в комнату диагностики куратора наставник да он здесь кто у нас а речь а речь мы приветствуем уважаемый ангел а речь я приветствую всех мы сегодня хотели подняться вместе с вашей подопечной на уровень ее высшего я и у меня такой вопрос не хотите ли вы нас сопроводить в этой встрече я готов берем тогда галину защиты эпа стоп сбери ее в свои крылья и вместе со мной и ангелом а речьем на четыре поднимаемся на уровень высшего я галины 1 2 3 пошел подъем кстати на какой уровень мы идем на 11 11 уровень хорошо на месте снимается все маски и голограммы все вокруг представится глаз на своему эфирному коду днк и мы просим высшее я галины выйти к нам пожалуйста приветствую вас снимается все маски и голограммы все вокруг представится глаз на своему эфирному коду днк мы приветствуем вас уважаемая высшее я галины представьтесь пожалуйста как нам обращаться к вам можете звать меня алия на этой встрече алия 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 очень красивое имя благодарю вас уважаемая алия хорошо мы приветствуем вас меня зовут влад это вера рядом стоит куратор друг ангел арич который согласился нас сопроводить сделать эту встречу еще более яркой ваша подопечная галина вернее ваша частичка галина написала 10 вопросов с просьбой задать их вам будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы и пояснить некоторые ситуации если пришло время знать это вам решать благодарю вас уважаемая алия я начинаю с первого вопроса где когда и сколько раз я воплощалась я воплощалась множество раз в разных структурах космоса получая бесконечный опыт задайте конкретный вопрос вы знаете алия и судя по вопросу ей хочется услышать что родилась она в ангельском мире 360 тысяч лет назад и прожила 8 тысяч воплощений я так приблизительно полагаю живя на земле мы сожалению очень привязаны к этим цифрам в отличие от высших я и поэтому мне кажется вот это было бы правильная расшифровка если можно пожалуйста ответьте на этот вопрос если нет тогда мы пойдем дальше если она ангел значит в ангельском мире родилась на моем уровне это бессмысленно я согласен я тогда перехожу к следующем вопросе да есть пожалуйста более важные моменты которые должны интересовать галину в этом воплощении чем бессмысленные цифры благодарю вас за это очень четко и интересную точку зрения она абсолютно правильно благодарю вас мы постоянно слышим эти вопросы но поймите нас пожалуйста все-таки любопытство это такая вещь которая как бы продвигает дальше их хочется посмотреть назад поэтому не стоит ее упрекать если она не совсем правильный вопрос задала я перехожу таких чувств как упрек хорошо вам просто хочется услышать достойный вопрос я так понимаю согласно ее осознанности и развитию первого я бы называла это правильный вопрос имеющий какое-то зерно внутри зерно хорошо благодарю вас я перехожу ко второму вопросу может мы там его найдем если вы позволите можешь говорить расскажите о моем последнем воплощении на земле какие я выполняла задачи и какая у меня недоработанная жизнь была так она написала именно об этом я и расскажу благодарю чтоб это продвинула твое сознание на следующий уровень твоя жизнь где ты получила свой узел я бы сказала запятнала свою карму не грустно потому что я говорю по себе происходило во время крестовых походов римскими папами были организованы крестовые походы для продвижения христианства в орган ты и получила свой грех власти эгоизма не слушая никого подавляя и отдавая приказы после этого в каждой жизни ты убираешь эту черноту из себя становляясь лучше и лучше это все еще сидит внутри ты не всегда права и это надо признать некоторые моменты жизни а также надо признать что у каждого человека есть своя судьба свое мнение своя программа и не всегда стоит вмешиваться за своей точкой зрения я закончу благодарю вас уважаемая ли я очень глубокий ответ очень интересный ответ и у меня по ходу этого вашего ответа как раз вспомнилась сегодняшняя наша чистка где мы вытащили 14 герцового демона которому мне вообще нечего было сказать он сказал что он зашел на гордыню есть в ней так и такое чувство она говорила я у нее спрашивал галина говорит мне на осознанном плане это непонятно не видно ситуации где это у меня было а демон настаивал на том что он это эту чистоту еще как-то воспринимает ее слышит вы не могли бы немножечко объяснить эту ситуацию как могу пожалуйста у троих из вас на этом уровне черные крылья кому-то известно почему каждый ангел с черными крыльями знает внутри себя что цвет был изменен в какой-то период их судьбы когда они перегнули планку своим поведением но это не наказание это принятие себя и проработка того что не должно быть в чистой душе хорошо благодарю вас за этот ответ не так много грехов на земле да но я думаю вы понимаете о чем я говорю да безусловно благодарю вас и за этот урок уважаемая алия я могу переходить к следующим вопросам пожалуйста почему я тяжелым трудом зарабатывая деньги и их у меня сразу ворует и я опять вынуждена постоянно сидеть в долгах потому что ты не меняешь себя не планируешь правильно идешь про протоптанной дороге которую знаешь нужно менять себя привычки принципе тебе из из раза в раз показывают что это неправильно а ты из раза в раз делаешь одно и то же мне нечего добавить здесь хорошо ответ самом вопросе почему потому что ты должна менять свою реакцию а не ждать от кого-то изменения вокруг себя все верно когда только себя изменишь появятся те частоты притягивающие нужную работу нужных друзей нужных людей положительных влияющих на ее биополь я понимаю это благодарю вас уважаемая это путь развития здесь никуда не деться и надо пройти этот путь как и всем нам вы позволите дальше переходить если вы закончили в этом вопросе пожалуйста я думаю в этот вопрос вам больше понравится на что моей душе обратить внимание что надо в себе развивать и на чем работать в этом воплощении я так вижу ты уже обратила внимание на себя поздоровалась собой и приняла определенные моменты своей жизни но ты должна понимать что мы не состоим только из позитива каждым из нас есть часть негативных программ на которых мы не должны зацикливаться в твоем случае это давление происходит она из-за того что ты не видишь и не принимаешь других вариантов ты останавливаешься на одном и продолжаешь не рассматриваешь альтернативы и это ведет тебя лишь в одну колею а на самом деле дорог много это давит тебя а ты давишь других в этом и есть твой эгоизм так это вообще замкнутый круг и она только может его разорвать изменить эту свою реакцию перестать давить людей своей энергии и себя заглянуть может посмотреть действительно пойти другой дорогой как вы сказали так и есть безусловно конечно человек отвергающие что-то новое никогда его не познают в этом-то и заключается смысл нашей нашего пребывания я не могу сказать что галина не развивается галина развивается но она перешагивает мелочи которые важны земной жизни это элементарные вещи назовите пару мнение другого человека которому она не прислушивается потому что знает что ее решение лучше важнее мне что-то пришло да да понимаю это конечно хорошо благодарю вас уважаемая алия здесь понятно здесь даже без вариантов никаких вопросов не осталось дополнительных вы закончили я напомнила галине про гармонию не всегда последнее слово должно быть за тобой иногда нужно промолчать ведь каждый человек имеет право на свое мнение как вы сказали свою программу и право на свой опыт именно так как получается интересно эти законы взаимоуважения в этом мире как они действуют один закон перетекают в другую я могу показать вам на примере весов пожалуйста на одной чаши положительная на другой чаши негативная вы должны быть посередине учитывая и ту и другую сторону в случае с галиной ее мнение перевешивает и за счет этого она не видит мелочи и баланс не лежит баланс между положительным и отрицательным но я не могу сказать что она не развивается идет вперед всеми мильными шагами давя все вокруг падая не понимая почему нужно остановиться посмотреть вокруг себя найти гармонию внутри и увидеть людей вокруг себя с их личными мнениями которые тоже могут быть тогда она увидит полную картину мироздания правильно и ей будет легче благодарю вас и я бы обратила внимание больше на эмоции эмоции а не на поступки что внутри тебя отвечает на твои эмоции потому что ты считаешь что все твои поступки правильные но вот эмоции внутри их не обманешь они подскажут тебе правильную правильную сторону весов благодарю вас за это дополнение уважаемая Алия я перехожу к следующему вопросу если мы с этим закончили пожалуйста следующий вопрос итак пятый какая кармическая связь между мной и моей дочерью почему она причиняет мне боль и держит глубокие обиды на меня я думаю это как раз дополнение к тому что вы сейчас пытались объяснить у нее есть накопленные эмоции по отношению к тебе и это ее право и это ее часть проработки давление с твоей стороны привело ее к такому накоплению это какая-то протестная реакция когда человек из принципа говорить нет хотя понимаю что в принципе никакого принципа там нет я же говорю накопительная реакция долго это шло долго слишком понятно продолжай хорошо благодарю вас она спросила здесь за кармическую связь они жили когда-то в какой-то жизни вместе встречались уже да нет хорошо благодарю вас шестой вопрос сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось четыре прошло два осталось один даже мы из этих двух знаем благодарю вас уважаемая ли я следующий вопрос седьмой какой процент негативной энергии я набрала какие у меня негативные привычки и недостатки которые надо убрать двадцать два процента и негативные привычки и недостатки которые вы порекомендуете я уже достаточно да я думаю об этом да здесь это главное что ведет тебя не в ту сторону и тормозит развитие настоящему развитию внутренним без гармонии она невозможна благодарю вас восьмой вопрос как мне исцелить суставы чтобы они стали такими же здоровыми как после первой чистки она имеет ввиду наверное нашу чистку которую мы проводили дополняешься энергиями но с твоей стороны это насильно ты переусердствуешь попробуй сгармонизировать расслабиться увидеть цвета и смягчить все эти энергии направляя в суставы это не должно быть насильно представь их мягкими делающими эластичные твои суставы ту легкую божественную энергию которая дает легкость твоему телу и смягчает все больные места радость и гармонию здесь я напомню о важности визуализации всего этого процесса когда она это делает тем самым я сказала представь себе эти цвета я для нее говорю да конечно благодарю вас я бы хотела добавить что это тоже определенного рода деталь на которую она не обращает внимание она делает но усердствует а можно делать немножко по-другому получая удовольствие от этого еще и получая другой результат или другой результат да а конечно нельзя работать агрессивно с энергиями это должно все плавно проходить эластично как вы сказали вот это слово я оставлю ключевым в этом контексте и гармонизация вот эти два слова она должна слышать и понимать их значения как они важны для нее в этой жизни я прошу прощения Алия я говорю о вас но у меня что-то я обращаюсь к вашей частичке я понимаю я говорю о вас я могу переходить все совершенно верно она получает свой опыт и это поможет ей в своем продвижении замечательно в этом и заключается смысл нашей сферы работы и мы очень рады такую работу делать девятый вопрос почему я так и не вышла замуж кто или что мешало каждый раз все твои выбранные мужчины потенциально чувствовали давление с твоей стороны тебе не хватало гармонии внутри себя твои весы постоянно перевешивали я могу последний вопрос переходить продолжай как настроить общение с высшим я очень просто ты знаешь мое имя ты знаешь что я это ты так и представляй что ты это маленькая частичка а я это большая большая часть и мы сливаемся в одно целое и как вы красиво рассказали объяснили ты должна чувствовать определенные яркие вибрации ни с чем не сравнимые ни с чем не спутаешь слезы идут когда контакт устанавливается настоящий со своим высшим я это радость золотая энергия да мы просто проходили все этот пути когда встречались со своим высшим я я просто из своего опыта добавлю для Галины будет понятно это слезы радости это как вы встречаетесь самым дорогим что у вас вообще есть вот вот такое ощущение я от себя добавил пару слов прошу прощения может это с вашей точки зрения и по другому но я так это ощущал уровень на котором мы находимся дает такие вибрации слез радости чистоты это слезы радости чистоты вот это вы действительно хорошо сказали уважаемая Алия я благодарю вас у нас больше вопросов нет хотя один единственный мне бы хотелось вам задать вопрос если вы позволите мы часто общались с высшим я но я никогда не спрашивал такой вопрос высшее я посылая свою частичку на землю на землю получает опыт который посылает на разные планеты разные опыты получает и так далее если исходить из состояния из из такого из такой ситуации что человек что-то сделал не совсем правильно когда его низкая вернее процент низкой энергии темной энергии был слишком высокий и как мы знаем тем уходит эта частичка в низкие мира вопрос уходит высшее я вместе с ним вы многого не понимаете вы не понимаете что такое низкие мира что такое высокие уровни я объясню это вашей плоскости пожалуйста частица которая после жизни уходит на определенный уровень начинает осознание с этого осознания начинается ее путь к высшему я у всех проходит по-разному осознание идет по ступеням у кого-то очень быстро кому-то кому-то надо больше времени понять но все мы в конечном итоге вливаемся в чистую волшебную энергию после этой проработки то есть практически получается вы никуда не уходите вы остаетесь на своем уровне а ваша частичка анализирует всю прошедшую жизнь и в процессе анализа поднимается на ваш уровень я правильно понимаю в процессе анализа приходит осознание осознание зачем почему где неправ а этот процесс может занять очень большое время насколько я слышал у кого-то быстро уважаемая очень было приятно получить такие исчерпающие ответы мы ни в коем случае ни в коей мере не хотим ваше время тратить мы благодарим вас сердечно за если вы хотели за эти ответы если вы хотели что-то от себя еще лично сейчас сказать наверное был бы самый лучший момент я думаю что я сказала самое главное ядро которое изменит следующую жизнь Галины приведет ее к гармонии а соответственно ее окружение откликнется гармонией финансовое личное пространство много чего еще может поменяться будущее много вариантов уважаемая Алия у нас есть очень добрая традиция каждому куратору каждому высшему я или учителю мы всегда делаем определенный подарок позвольте вам преподнести Верочка в твоих руках появляется наша корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами которые только есть на земле один два три и мы хотим спросить у вас будете ли вы так любезны принять это в знак благодарности за эту встречу за вашу помощь нам было бы очень приятно преподнести вам подарок вы уже преподнесли и мне приятно благодарю вас я бы хотела попросить у вас букет подснежников и Верочка в твоих руках появляется букет большой толстый букет самых красивых и длинных подснежников один два три альпийские там где самый чистый воздух горные я благодарю нам очень приятно я не просто так попросила этот букет и он совсем не обязательно быть должен быть огромным и толстым как вы сказали это нежные только что проснувшиеся цветы и я бы хотела преподнести Галине чтоб она всегда помнила что эти цветы рождаются каждой весной и начинают новую жизнь никогда не поздно замечательные заключительные слова благодарим вас примите пожалуйста Галина эти подснежники пусть они цветут внутри тебя какой замечательный конец нашей встречи благодарим вас уважаемая Алия за эти прекрасные вибрации которые мы на этом уровне получили за ваши глубокие ответы даже я чему-то научился сегодня вот я этому очень рад и я думаю ваши ответы это начало какого-то большого красивого пути который Галина еще откроется при ее работе над собой у меня такое ощущение я верю в это замечательно да будет так а так и есть хорошо Верочка примите искреннюю благодарность на этом месте от Галины от меня от Веры ангел Арич здесь рядышком стоит и мы тогда будем возвращать Галину назад благодарим вас еще раз за встречу и желаем вам всего наилучшего высоких вибраций чистых энергий я благодарю и рассинхронизируйся Верочка один два три и бери Галину в свои крылья и вместе с ангелом Аричей Галиной тобой и мной возвращаемся в нашу комнату диагностики один два три полетели мы на месте хорошо уважаемый Арич как вам наша встреча великолепно мне тоже очень понравилось благодарю вас такие такое мудрое высшее я такие интересные ответы это конечно очень серьезный такой опыт я думаю мы сдвинули что-то сдвинули сегодня с места я хотел вам зачитать последние в благодарности слова от Галины благодарю мою благодарю мою высшую благодарность моему высшему я ангелу Аричу я его слышу и Владу с Верой это ее были слова и позвольте вам Арич передать эту большую корзинку самыми спелыми вкусными ягодами в ангельский мир один два три большая корзиночка Верочка в твоих руках появляются самые спелые ягоды и передаю пожалуйста уважаемому куратору и мы благодарим его за помощь благодарю уважаемый Арич вы хотели что-то еще добавить от себя возможно еще Галине или просто принять эти эту встречу сегодня понять и нечего добавить все будет я объяснила главные моменты а с Галиной мы и так на связи благодарю вас уважаемый Арич примите искреннюю энергию благодарности желаю вам все наилучшего говорю до скорых встреч возможно увидимся еще всем наилучшего я благодарю за эту встречу замечательно и мы вас благодарим и рассинхронизируйся Верочка кто хорошо Галина мы закончили встречу с высшим я вы довольны всего вопросов нет у вас она очень довольна она держит подснежники внутри себя и у нее идет фиолетовый цвет от них определенный вот как внутри мы довольны по ней распространяется будем возвращать у вас Галина и синхронизировать на физическом уровне и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Галины в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточке каждой извините головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готово и отключайся от объекта и переноси свою комнату диагностики 1,2,3 я на месте многое по低 и пещеров добрый внутренне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok